Тотальную проверку школьных столовых завершили в стране. Мониторинговые группы охватили 6000 учебных заведений. Чиновники, конечно, не в восторге от результатов. Свыше 200 школ не соответствовали требованиям, возбудили дела и привлекли к ответственности. Однако на этом проверке не заканчиваются бракиражные комиссии, в составе которых родители школьников теперь имеют право оценивать качество питания каждый день, а не один раз в месяц, как было раньше. Между тем, бесплатным школьным питанием обеспечены 1 миллион 700 тысяч маленьких казахстанцев. И с начала сентября, увы, уже были претензии к еде в столовой, которые довели до больничной койки. В Минпросвещение тоже ищут способы, как сформировать национальную культуру питания. Там понимают, что школа вполне может заложить фундамент здоровых пищевых привычек. Обещали даже внедрить национальные блюда в меню, мясо по-казахски, жент и козе. В Алматы несколько школ охотно взялись за пилотный проект, готовили салаты с использованием ремшика. Правда, похвастаться таким рационом, к сожалению, может не каждая школа. У владельцев столовых есть весомый аргумент об ограниченном финансировании школьного питания. Что едят наши дети в школьных столовых после проверки, выясняла Роза Сатканова. Вопрос школьного питания один из самых волнующих для всех, без исключения родителей. Наверняка каждый из родителей задумывался, чем же кормят его ребенка в столовой. А после массового отравления детей в Магнистаусской области, родители и вовсе начали опасаться за здоровье своих детей. В общем, сегодня мы узнаем, в каких условиях и чем же все-таки кормят детей в стенах школы. Столовая 63-й школы гимназии – одна из тех, кто проверку мониторинговой группы прошла без замечаний. Здесь тщательно относится ко всем требованиям, осознавая, что от соблюдения всех правил зависит самое главное – здоровье детей. Первое – это, конечно, прохождение медицинского исследования каждого работника. И второе – это чистота. Чистота, как в больнице, потому что мы кормим детей. В первый отсек у нас там идет моющие средства наливаем, дезораствор, потом проточной водой все промывается тщательно и на стеллаже все это просушивается. Но, к сожалению, не в каждой столовой такой порядок. Спецкомиссии провели мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 6 тысячах школ и выявили грубые нарушения. Выявили более 200 школ нарушений. Из них 190 в школах привели в соответствие. В более 30 школах продолжается работа по устранению тех недостатков, которые были в ходе мониторинговой группы выявлены. Вместе с министром здравоохранения мы посетили ряд объектов образования, чтобы воочину увидеть, какие еще есть недостатки или какие есть вопросы, над которыми нужно работать. В отношении в 8 школьных столовых возбуждены дела административные, привлечены к ответственности. По остальным, в 627 проведена разъяснительная работа. Является как бы нарушением, систематическое нарушение. По данным санитарно-эпидемиологического контроля, нарушения выявили в порядке 700 о пищеблоках и буфетах. Среди основных – неудовлетворительное состояние помещения пищеблоков, несоответствие фактического меню с утвержденным, нарушение сроков годности пищевой продукции и условий ее хранения, отсутствие бумажных полотенец, жидкого мыла, спецформы у сотрудников, недостаточно дезинфицирующих и моющих средств, а также отсутствие у персонала медицинского осмотра. Это проба чего? Это проба еды, детей. А кто их пробует? Это, знаете, завтра, если какое-то отравление или кишечная палочка вдруг будет, они берут нашу пробу, и если что-то вдруг… Вот, например, Магастал, от чего нашли, например? Они же отсюда уже нашли, суточная проба оставлена была. А также не докажут, если бы они все это выкинули. То есть это я, сам, говорю, сама себя оберегаю, я докажу, что я приготовила качественную пищу. Это вот основная, это наш паспорт. На школьное питание средства выделяются из местного бюджета. Стоимость завтрака или обеда, как правило, варьируется в пределах 650 тенге. Самые меньшие 500 тенге расходуют в области Улы-Тау. Чуть больше 570 тенге выделяют в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, а также в Шемкенте. Больше 600 тенге обходится питание одного ребенка на севере страны. Дороже всего школьная еда маленьких астанчан. Но меню в школьных столовых отнюдь устраивает не всех детей и их родителей. Четверо деток ходят у меня в школу. Мои детки учатся с утра. Они не едят в школе, они завтракают дома. Они говорят, мам, мы в школе не будем есть. Родители, конечно, заинтересованы, они интересуются качеством питания. У нас, например, в школе своей, где я работаю, питание отличное. Родители приходят и проверяют качество питания. С первого по четвертый класс они же бесплатно питают. И вот у них получается суп, а второе у них гречка с рыбой или с котлетой. Детям нравится. Мне наоборот это устраивает. Я очень рада, что у нас начальные классы бесплатно питаются. Это по кошельку-то ощущается все равно. Сами повара признают, что самое сложное в готовке блюд уложится в ограниченный бюджет. При таком финансировании это максимум полезной еды. Многие родители и ребятишки, конечно, не любят каши. Но это же детское питание, это же ПП. Оно утверждено детским институтом питания, утверждено управлением образования. Тут нужно обязательно каши, легкий завтрак. Обязательно туда идут бутерброды. Бутерброды с маслом, сыром, яблоки свежие даем. Яблочные соки натуральные казахстанского производства. Выпечка есть обязательно. Что у вас сегодня на обед? Что даете детям? Сегодня у нас на обед мясная котлета, картофельное пюре, салат свеклы с яблоком. Так, лимонный напиток и хлеб. Сумма выделяется в пределах, вы сказали, 800 тенге, да? 800 тенге. Этого хватает для того, чтобы полноценно накормить ребенка? По-моему, мне кажется, это недостаточно, потому что с 800 тенге минус НДС остается 714 тенге. И с этих 714 тенге ровно половина уходит на производственные нужды. То есть это идет аренда помещения столового, идет зарплата людей, медицинское обслуживание, оборудование покупают или либо его меняют, очень дорогое. Получается обошелся. 380 тенге. Внеплановые – лишь по обращениям жителей или госорганов.